Добрый вечер дорогие поклонники спорта и прежде всего в футзале мы находимся в универсальном спортивном центре юности, где через считанные секунды буквально начнется второй матч в рамках девятого тура пари суперлиги. Девятого года в составе сборной России обладатель многочисленных титулов заслуга регалий. Эберяк наносит первый удар в створ ворота защищаемых бойцовым. У КПРФ Александр Бойцов вышел с первых секунд. Ответ какой один бой! Потрясающе! Баталья на тридцатой секунде забивает один из самых быстрых мячей днешнего розыгрыша в суперлиге. Ну что ж, посмотрим еще раз этот повтор. Как это все выглядело. Очередная голевая передача Артема Ниязова. Идеальная и в домик. С трудом, надо сказать, в этот домик попал. Но тем не менее, это, наверное, показывает себя как... О, еще один момент, извините. Посмотрим. Нет. Для этого необходимо побеждать. Сегодня Сибиряка. Встреча днем ранее завершилась уверенной разгромной победой. КПРФ со счетом 8-1. Какие передачи! Во многом из-за повреждения все-таки почувствовал какой-то дискомфорт. Ну и понятно, что 4 легионера у... Игло! Угол Сибиряка! Вот так это неожиданно происходит. Архип Куприянов. Игрук, который в первом матче поразил сетку собственных ворот. Теперь уже на пятаке, как сказали бы хоккейные комментаторы, великолепно играет. 1-1. Ну здесь странно довольно... Сыграл преимущественно. Мерлушкин получил мяч от Никиты Емельянова. Дальше и удар штанга Мерлушкина. Здесь прокат Мерлушкина не вышел. Контратака. Баталия. 1 рядом Лопиков. И какой выстрел! Хлесткий удар Баталии. Пока как-то Шембини не очень заметен. Почему он так в глубине играет? Момент у Ниязова. Отлично! Отсада в штанга! Спокойно сыграл на Абрамовича. Крикун и момент Деннер! 2-1. КПНФ передачи Сергея Крикуна. Отличился 27-й номер. Бразилица Деннер! Ну и хорошая передача Крикуна, конечно. Внешней стороной стопы и как исполнил Деннер. Про чемпионат второго нашего дивизиона. Высшая лига уходит уверенным лидером западной конференции. Отличная передача. Асада в 3-1. Браво! Связка из сборной России. Ниязов Асадов работает. Ну и разобрался здесь Асадов. Конечно, не в самой легкой ситуации. Передача была шикарная, конечно. Но вот здесь было сложно. Довольно так уверенно надо было контролировать этот мяч с этим прокатом. Вроде бы от ворот уходил, но в мини-футболе, конечно, эти углы, они скорее просто подходят. И движение. Вот, ну здесь Асадов. И да! И Шемпиния! И Шемпиния забивает с передачи Янара Асадова! И после его шикарнейших индивидуальных действий, как обыграл защитника на приеме мяча Никиту Емельянова между двух. Дальше разрезающая передача. И такой мастер, как Шемпиния, был обязан ему хотя бы в створ ворот попадать. Ну, что он, собственно, и сделал. Примерно ДНР. Крекун. И ответ. Осипов! Осипов! В ближний угол! 4-2! Был рикошетик небольшой, не справился бойцов. Ахугов извиняется, хотя, в общем, здесь то, что извиняться, да, вот. И, в общем, бойцов успел среагировать на этот мяч. Не так-то было легко. Вот Ахугов только появился, мы видим, что зрители предновогодние немножко, конечно, у всех ощущения. Команды все уходят на... Вот момент. Асадов, Ниязов обратно! 5-2! Красота! Красота нам под конец тайма. Да, вот эта обратная передача, это, конечно, последняя. Уже мог забивать Ниязов, но записался 19-ю голевую передачу. Здесь опор Асадова. Павлов мяч теряет. Раз, два и три. И Артем Ниязов в эти секунды становится лучшим ассистентом. Что мы должны знать сегодня о сибиряке, а все остальное – это этапы роста, это этапы свершений для этих молодых ребят. Дмитрий Юдин, Виталий Лайпиков, он сейчас убирает шампинью на ложном замахе. Архип Куприянов! Дубль! Фантастика! 5-3! Сибиряк отыгрывает еще один мяч, и это дубль Архипа Куприянова. Которого вывел на ударную позицию Лайпика. Виталий Лайпиков в первой игре забил, во второй отметился результат. Обыгрывает бразилец, но далеко мяч отпустил. И Севцов, Севцов! Сильная передача Осипа. Бойцов! Пока Кристалл и Сибиряк за зоной плей-офф, но эта борьба продолжится. И Сибиряку большое спасибо, благодарности за показанный сегодня и характер, и волевые качества. И три мяча забили, это уже запомнится. Ну а матч завершается победой КПРФ. За счетом 5-3 уже 6 игр без поражения. КПРФ в паре Суперлиги, и при этом три победы к ряду. На высокой ноте московская команда завершает этот календарный год.